Атмосфера в басманном суде столицы, куда сегодня утром доставили сестер Хачатурян, была непростой. Лицом к лицу встретились представители страны обвиняемых и потерпевших. Дошло даже до драки в коридоре. Что послужила ее причиной и в чем обвиняют девушек? Подробности в репортаже Виталия Кармазина. Сотни человек в коридорах суда, и все на один процесс. Решается судьба сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца. Представители потерпевших и обвиняемых не могут сдержать эмоции. Я тебя урою. Это что такое? Приставы пытаются навести порядок, но противостояние продолжается в зале суда, когда конвой приводит первую из сестер, Ангелину. Вся в черном. Проходит молча мимо журналистов. В клетке перекидывается парой слов с адвокатом, и тут выясняется, процесс будет закрытым. Следователи собираются огласить личные и медицинские данные девушек. При этом просят отпустить трех обвиняемых из СИЗО и предлагают новую меру пресечения. Запрет ряда действий. Например, общение друг с другом или с журналистом. Близкий убитого Михаила Хачатуряна против. Мы своего брата не вернем. Но пусть общество думает, кого они защитили, кого они выпускают, и дальше живут с этими людьми. Это хаос. Это хаос, который будет происходить в каждой семье. Следствие считает, что в квартире, где жили Михаил Хачатуряна, три его дочери, произошло заранее спланированное убийство. Девушки, как считают следователи, напали на отца, когда тот спал. Однако к этой версии по-прежнему много вопросов. На записях с камер наблюдения видно, что девушки находятся в состоянии шока. Их истязали. И там было и насилие не только физическое, но и было сексуальное насилие. Впрочем, друзья и близкие убитого в это не верят и утверждают, что к поведению сестер было много вопросов. Все это говорят они косвенно. Должны как бы факты быть. Нам, например, интересно, как потерпевшей стороне, почему на протяжении четырех лет они собирали компроматы. Для чего? Сами сестры сразу после задержания с обвинениями согласились. Комплексная экспертиза признала старших дочерей Ангелину и Кристину вменяемыми, младшую, 17-летнюю Марию, невменяемой в момент убийства. Ее отправили в психиатрическое учреждение при Бутырской тюрьме. Правозащитники уверены, что следствие собрало достаточно доказательств по делу и смысла держать сестер в СИЗО больше нет. В этой истории следствие разобралось с характеристиками личности в первую очередь. То есть они поняли, что они действительно общественно не опасны. Девочки положительно характеризуются. И было соответствующее решение принято. Естественно, повлияло и общественное мнение. Мама девушек при финансовой поддержке родных уже арендовала три отдельные квартиры. Опека приходила, проверяла, все смотрели, все довольны, все нормально с квартирой. Но в этом числе нет квартиры, где все произошло? Нет, 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 даже нет. Несмотря на принятое решение об освобождении сестер Хачатурян из-под стражи, в будущем их все же ждет суд. Статья тяжкая. Это убийство, да еще и совершенная группа лиц, за которое девушкам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Виталий Кармазин, Сергей Ухаренок, Денис Новожилов, Юлия Шустра и Андрей Скрипелев. Вести. Дежурная часть.